Русские новости Как вообще побеждают на выборах? Во-первых, на выборы выходят неидеальные люди, у каждого есть свои скелеты в шкафах, их противники всегда могут вытащить и всегда крайне несправедливым образом раскрутить соответствующие темы и всем будет понятно, что вы не идеал, у вас проблемы там-то и там-то. Насколько эти проблемы влияют на избирательную кампанию? Конечно, влияют, если вы не ведете контрпропаганду, если вы не разоблачаете ложь, то, в общем, ничего не получится из этой избирательной кампании. Но это дело десятое, это дело второстепенное, скорее это просто фон. Вопрос в том, кто будет за вас голосовать. Вот в данном случае мы, естественно, заботимся о том, кто придет на выборы 18 марта голосовать за Грудинина. Нас интересуют именно эти голоса. Понятно, что если Грудинину выдвинут КПРФ, значит, те, кто обычно голосовал за КПРФ, придут голосовать. Нам нужны встречи с этими людьми, нам нужно их чем-то переубеждать. Нет, не нужно. Это только массовка. Вот массовку можно организовать. То есть придут толпы возбужденных пожилых людей, которые будут всячески поддерживать кандидата от КПРФ, независимо от его личных качеств. Они даже особенно и разбираться не будут. Ведь они до сих пор не разбирались в личных качествах Зюганова или коммунистических депутатов. Они просто приходили и голосовали. Им даже не особенно интересно, как отчитываются кандидаты от КПРФ, которые победили на выборах. Потом прошло какое-то время, депутатские полномочия заканчиваются, по-хорошему депутат должен отчитаться. И этим людям, в общем-то, это даже не интересно, потому что они готовы к новой выбору, они готовы снова проголосовать. То есть это то, что называется ядерный электорат. Просто вот ядро из тех, кто все равно проголосует. Вот Грудинину нужно работать с этими людьми. Ну, какие-то символические жесты, конечно, нужно сделать для того, чтобы эти люди были уверены, что это их кандидат, не подставной, а именно их. Это сделать несложно. И это самое простое, что есть в избирательной кампании. Есть следующая категория. Категория людей, которые готовы проголосовать, но сомневаются. Есть какие-то вопросы, которые надо было бы разрешить. И люди готовы были бы проголосовать. То есть уже скорее да, чем нет. Они отвечают на вопрос, будете ли вы голосовать за Грудинина. Надо с этими людьми работать. Конечно, они ждут ответы на некоторые вопросы, которые для них являются важными. В социальной сфере, в экономической сфере, в культурной, политической, там, всяких сфер государства, строительства, национального строительства. Вот для Грудинина есть люди, которые готовы за него проголосовать, но ждут некого сигнала, что он их кандидат. Вот национально-патриотический электорат, он в основном, по большей части, относится именно к этой категории, которые нужны основания для того, чтобы прийти на избирательный участок. Ведется ли сейчас работа с этой частью избирателей? Я говорю, не ведется. Вообще не ведется. Есть люди, которые испытывают некоторые надежды. Они думают, ну вот, есть оппозиция Грудинин, Путин. Все, и поэтому они готовы голосовать за Грудинина, но только при одном условии. Если Грудинин является действительно противником Путина. И какие-то сигналы должны прийти к этим людям, чтобы они пришли на избирательные участки и проголосовали, что Грудинин действительно является противником. Видим мы в избирательной кампании этот аспект? Не видим, почти совсем не видим, и некая установка, она уже всем стала заметна, что Павел Грудинин не упоминает имени, если так говорить его языком, ныне действующего президента. Ныне действующий президент для тех, кто готов проголосовать за Грудинина, является источником их личных бед, источником бед нашей страны. И поэтому надо назвать вещи своими именами, ну хотя бы как-то, можно это сделать достаточно вежливо и корректно, можно сделать резко, чего всем нравится. И если бы это было сделано, то, наверное, жесткая манера оценки нынешнего политического режима привлекла бы на избирательные участки дополнительных людей, которые могли бы проголосовать за Грудинина. Этого ничего не делается, ни в мягкой форме, ни в жесткой форме. Хотя Грудинин вызывает вроде бы Путина на дебаты, но непонятно о чем он будет дебатировать. Он будет как Зюганов сыпать цифрами, которые никому не понятны, или все-таки найдет какие-то аргументы более точные. Следующий момент, нужны какие-то профессиональные навыки для того, чтобы не просто знать предмет, а уметь этот предмет преподносить. То есть это что-то сходное с умением лектора или учителя, но только не в позиции сверху вниз, я знаю, я вам сейчас сообщу. А в позиции, когда вам надо переубедить человека, переубедить, он знает что-то одно, а вы знаете что-то иное, и вы должны на свою позицию его перетащить. Вот происходит ли этот процесс перетягивания избирателей на свою позицию со стороны Грудинина? То есть видим ли мы процесс убеждения? Вот человек не был убежден, не хотел вообще, например, идти на избирательный участок, его тоже надо переубить, это еще один контингент. Я не хочу идти на избирательный участок, я вообще-то за Грудинина, конечно, поскольку он единственный оппозиционер, единственный оппонент Путина. Я хотел бы, чтобы политический режим сменился, но я же знаю, что президентом будет Путин, чем мне суетиться, зачем? То есть для того, чтобы побеждать на выборах, надо, чтобы эти люди тоже пришли, значит, соответственно, и к этим людям должны быть направлены какие-то убеждающие слова. Это значит, что надо продемонстрировать, победа возможна. Не просто сказать, ну, я все равно же выиграю, это самоуверенность, это никого не привлекает. А вот показать, что действительно люди готовы, готовы прийти, и масса людей придет. То есть надо проводить какие-то рейтингования, надо следить за этим вопросом и показывать, что победа возможна. И я все время об этом говорю, победа возможна, если все, кто против Путина, сконсолидируются вокруг Грудинина. Вот это, на самом деле, формула победы. Все. Не коммунистический электорат. И не те, кто просто у кого забрежжил надежды, вот за минимальную надежду, они готовы проголосовать. Неважно уже, что говорит Грудинин, как идет избирательная кампания, они готовы. Но это вот 10% коммунистического электората и 10% тех, что испытал какую-то надежду. При явке, скажем, в 50%, 30% проголосует из этих 50% за Путина, 20% за Грудинина. То есть тот ядерный электорат, который уже есть, недостаточен для того, чтобы победить. И мы видим, есть голосовалка, которая прошла по радио, хотя, естественно, там контингент не охватывает всю публику. Но, тем не менее, 45 к 50% и Грудинин проигрывает вот в такой голосовалке, которая недавно прошла. Там достаточно много людей, там десятки тысяч приняли участие в этом голосовании. То есть у Грудинина есть ядерный электорат. И есть огромная масса людей, которые могли бы проголосовать, но либо не хотят идти на выборы, вообще не хотят голосовать, потому что не уверены в победе или уверены в том, что победы не будет. Второй контингент, кто не слышит до сих пор от Грудинина тех слов, которые привлекли бы их на избирательные участки. Я отношусь вот к тем самым, кто ждет определенных слов. Я не уверен, я не то, что я в победе, я не просто не уверен, я знаю, что при любом раскладе Путин будет объявлен президентом. И наша борьба продолжается и за пределами избирательной кампании. Но тех, кто будет продолжать эту борьбу, ничтожное количество в сравнении с теми, кто сейчас в этой борьбе готов участвовать, в том числе и просто самодеятельностью в социальных сетях, пропагандой, агитацией и так далее. Для этих людей, может быть, политика это своего рода игра. Для меня не игра, поэтому я знаю обстоятельства и в общем вопытен в этих вопросах, в том числе и в избирательных кампаниях. Две общефедеральные избирательные кампании я прошел от и до, не руководителем штаба, правда, обычно это такая должность политическая. Сейчас вот Зюганов занял этот пост и на самом деле только вредит. Его деятельность в качестве руководителя штаба избирательной кампании Грудинина это нанесение максимального вреда. Вот все, что я вижу сейчас, я об этом и говорю. Я об этом достаточно жестко сказал в своем предыдущем ролике и заметил такую достаточно очевидную трансформацию комментаторов, которые у меня были. Когда я призывал голосовать за Грудинина, приводил аргументы, занимался контрагитацией, контрпропагандой, агрессивно оценивая те безобразия, которые творит Путин в избирательной кампании, я считаю, что они все инспирированы именно им. Тогда люди, которые были против моей позиции, они говорили примерно одно и то же. Одни и те же аргументы, скорее всего, это команда нанятых политтехнологами сетевых хулиганов, которые писали примерно одно и то же, оскорбляя меня как человека неадекватного и оскорбляя Грудинина как тоже, с их точки зрения, человека неадекватного, неподготовленного, неправильного и так далее. А все остальные поддерживали. То есть здесь четкое деление. Есть те, кто поддерживает, есть те, кто не поддерживает по разным причинам. В том числе и по причинам, потому что им поручили не поддерживать, оставлять пакостные замечания. Ну, я, естественно, в этих роликах их всех забанил. И эти люди вроде как исчезли. Или эта категория исчезла. Но вот осталось в следующем ролике, поскольку уже как-то несколько роликов таких вышло, то люди начали эти ролики смотреть и распространять. И избирательная кампания уже пошла более активно. Интерес возник. И вот когда я рассказал о том, что коммунисты проваливают избирательную кампанию, здесь основной контингент возражений против меня это сами коммунисты или коммунистический электорат, который начинает приводить аргументы и оскорблять меня, не приводя своих аргументов. То есть это тоже сетевые хомячки. Я не знаю, кем они куплены, коммунистами или путинистами, все равно. Но эти люди направили на меня стрелы своей критики, хотя я являюсь сомневающимся. Вот мне стоит идти на выборы или не стоит? Мне стоит голосовать за Грудинина или не стоит? Да, я с этой позиции веду избирательную кампанию. Я нахожусь в среде тех, кто не готов еще голосовать за Грудинина, но хочу, чтобы все эти люди, и я вместе с ними, я их пытаюсь увлечь на избирательные участки и проголосовать все-таки за Грудинина. И вот мне пишет огромное количество комментариев контингент, который вроде бы хотел, чтобы Грудинин победил, но делает все, чтобы Грудинин не победил. То есть пытается оскорбить меня и уверить меня в том, что не надо мне ходить на избирательный участок и вообще меня не надо ни в чем убеждать. Потому что я человек неадекватный, я все разрушаю, я являюсь врагом. Если я враг, как я могу пойти голосовать за вашего кандидата, которого вы поддерживаете и считаете, что за него должны проголосовать все? Оскорбление является ли аргументом для того, чтобы увлечь людей на избирательный участок? Конечно нет. А почему так много оскорблений? Ну их не меньше, чем раньше было оскорбление Грудинина. Потому что в избирательной кампании участвуют люди, которые не ориентированы на победу, а не ориентированы на самовыражение. И ожидать от этих людей чего-либо другого, в общем-то, не стоит. И если Павел Грудинин не идет в среду тех, кто сомневается, ну идет со своими какими-то тезисами, высказываниями и так далее, то он теряет эту среду. И я вижу, вот те люди, которые его поддерживают на данном этапе, они являются врагами его победы. Они действуют так, чтобы люди, которые в чем-то сомневаются, не сомневались в том, что ходить на выборы не надо, и что Грудинин является не общенародным, а только партийным кандидатом. Критика в мой адрес, ну это даже нельзя назвать критикой, а поток клеветы и оскорблений в мой адрес, является выражением позиции тех, кто готов голосовать за Грудинина. Вот в чем проблема. В этом проблема избирательной кампании, которую ведет КПРФ, всячески отстраняя и убирая от избирательной кампании национал-патриотов, с которыми заключено политическое соглашение о том, что кандидат будет народным, а не партийным. То есть происходит грубое нарушение политического соглашения. И можно было бы сказать, что это естественно, потому что коммунисты проваливают все, чего они касаются. И так было всегда, и сейчас они снова хотят провалить. То есть они хотят со своим партийным флагом бегать на этих выборах и отталкивать от себя всех, кроме тех, кому этот флаг особенно дорог. Мне он не дорог совершенно, и поэтому меня они отталкивают. Но я как политтехнолог, как политолог, как ученый, я прекрасно понимаю эту шизофрению массового сознания. Вот эта массовка, которая будет голосовать за Грудинина на сегодняшний день, которая собрана вот так из коммунистического электората, мне абсолютно не близка. Мне абсолютно не близки вообще любые идеологи, деятели, администраторы КПРФ. Ничуть не близки. Но для того, чтобы победить, если бы они были ориентированы на победу, они должны были бы со мной договориться. Или с такими, как я точнее договориться. И эта договоренность накануне выборов была. И она несколько раз подтверждалась уже и в начале выборов, когда Зюганов и другие говорили, да, мы все, мы вместе, мы идем вот так, у нас общенародный кандидат, у нас общее дело. Но на самом деле получается, что общего дела нет. Национал-патриоты отодвинуты в сторону, и им постоянно посылаются сигналы, это не ваш кандидат, говорят коммунисты. Не ваш, говорят рядовые коммунисты, левые там и все прочие. Это не ваш кандидат, отойдите в сторону, не надо за него голосовать. Сам Грудинин никак не привлекает внимание национал-патриотов. Тезисы, которые ему были направлены вот мной через Болдырева, пока никак не озвучены. Я все-таки ожидаю, что они как-то проявятся в политической риторике. И в таком случае, ну, как-то я и такие, как я, уверятся в том, что это все-таки народный кандидат. Не коммунистический кандидат, а народный кандидат. Этого нет сейчас. И вот, отвечая на те клеветы и оскорбления, которые посыпались в мой адрес, я скажу. Мне говорят, не надо вносить раскол. Ну, раскол уже есть, реально есть. То есть, он был изначально, идеологическое расхождение между верхушкой КПРФ, которая декларирует одно, а на самом деле думает другое, и национал-патриотами, совершенно очевиден. То есть, этот раскол есть, его никаким образом устранить нельзя. Можно было устранить только организационный раскол. Мы ведь не существовали в рамках коммунистического проекта и коммунистической партии. Соответственно, организационный раскол может быть преодолен профессиональной работой на выборах. Работа на выборах сегодня штаба Грудинина предельно непрофессиональна. Предельно непрофессиональна. То есть, то, что сейчас творят зюгановцы, это прямая измена идеи победы на выборах. Прямая измена делу. Я говорю саботаж, саботаж еще слабенькое слово. Измена. Я об этом говорю открыто. И говорю о том, что раскол произошел не по нашей вине. Мы, национал-патриоты, готовы войти в штабы, в регионах. Готовы в штабы войти, в центральный штаб. Готовы поделиться своим опытом. И готовы привлечь наших сторонников в поддержку Грудинина. Но к этому не готовы коммунисты. Им победок, оказывается, не нужна. И нужно наращивание рейтинга своей собственной партии, видимо, для того, чтобы выйти на какие-то следующие выборы. Например, на выборы мэра Москвы, которые будут тоже в этом году. Но эти выборы собираются снова проиграть, потому что ничего другого они не умеют. Они умеют проигрывать. Вот они каждый раз идут на выборы, чтобы проиграть. Наша и моя личная ориентация только на победу. Бессмысленно участвовать в выборах, если эти выборы не ведут к победе. Да, могут быть этапы, зацепились сначала, потом продвинулись, улучшили результаты, и наконец победили. Коммунисты больше четверти века участвуют в избирательных кампаниях и проигрывают. Все принципиальные кампании проигрывают. Никакого движения к успеху, к победе нет. Никакого. И сейчас повторяется этот синдром. Синдром заведомого лузера. Вот коммунисты – заведомые лузеры. И в этом смысле я их недолюбливаю, мягко говоря, не только за идеологическую тупость, но и за тупость, которую они проявляют в проведении избирательных кампаний, упорствуя в том, что уже давно сдохло, умерло. Все эти идеи – это идеи мертвяков, политических мертвяков. Вот они не могут отцепиться от своей символики, от своих дурацких идей. Поэтому проваливают все. И сейчас, когда можно было без организационного раскола создать общие штабы и профессионально работать, ничего этого не сделано. Месяц избирательной кампании прошел. 23-го числа Павел Грудин был выдвинут. До сегодняшнего дня штабы не работают. Ни центральный штаб не работает, ни региональные штабы не работают. И все, что делается в избирательной кампании, делается, можно сказать, с колес. Вот я что-то делаю, привлекаю людей к этой кампании, аргументирую, убеждаю. Но это все моя деятельность, никак абсолютно не связанная с деятельностью штаба Грудинина и даже с самим Грудининым, с которым мне за месяц, хотя я считаюсь членом его команды, не удалось переговорить даже двух минут. Там несколько фраз я успел бросить на встречи с ПДС и ПСР, и там пару фраз, когда Грудинину вручали удостоверение кандидата в президенты. И все. То есть команда Грудинина с Грудининым не встречается. А коммунисты отрезали возможность этих контактов и не дают продуктивно наладить общение команды с кандидатом. Это вообще на что похоже? Это похоже действительно на сознательный саботаж. Не дать возможности, не дать аргументов Грудинину, которые лежат на поверхности, которые должны быть адресованы сомневающемуся электорату, сомневающемуся как в возможности победы, так и в том, что этот кандидат действительно их. Мне говорят, вот раз КПРФ выдвинуло, вот они кандидаты и танцуют. Ну это как бы право вот такое, да, возможно это так. Но договоренность была иная. Договоренность была о проекте общенародном, а не партийном. И если коммунисты считают, что они вот такие крутые, могут обойтись без всего остального народа, ну вот флаг им в руки, они провалятся на этих выборах с треском. К чему все и идет. Все дело идет к избирательной катастрофе. Имея возможность победить, коммунисты делают все, чтобы проиграть. Если они считают, что подаренное им Путиным право без сбора подписей выдвинуть кандидата, это и есть их основной политический капитал, это значит, что будет стопроцентный провал. Причем провал такой оскорбительный. И к этому провалу готовятся путинисты. Они это и делают. Они фальшивые рейтинги в ЦИОМ публикуют, где Грудинину 6% пишут, а Путину там где-то под 50 или за 50. То есть разрыв в 10 раз. Мы-то по своему электорату, по своему сектору национально-патриотическому видим, у нас 80% за Грудинина. Но придут ли эти люди голосовать, если ни одного звука в их сторону не произнесено? Вот до сих пор ничего вообще. То есть ноль в адрес национально-патриотического электората, ноль каких-либо сигналов о том, что я ваш. И коммунисты перекрыли эти возможности, а Грудинины этой риторикой не обладают. С ним надо проговорить это. Ему бессмысленно разговаривать с коммунистами, потому что они повторяют то же, что говорит и он. Он это знает лучше, чем сами коммунисты. Поэтому коммунистический электорат, он легко мобилизует. Он уже мобилизован, с ним уже можно прекратить работать. А всем остальным-то надо тоже какие-то дать сигналы о том, что компания идет на победу и в пользу всех, а не в пользу одной коммунистической партии. Поэтому если использовать вот этот аргумент, ну мы его выдвинули, мы вокруг него и танцуем, и мы сожрем весь предвыборный фонд. Ради бога, тогда без нас. Тогда мы должны отойти в сторону и в сторонке поставить, и посмотреть, как и большинство сейчас готово отойти в сторону или уже там в сторонке находится и просто наблюдает за тем безобразием, которое происходит. Безобразие со стороны Путина и безобразие со стороны штаба КПРФ. Просто безобразие. Просто ориентация на катастрофическое поражение. Мне говорят, надо агитировать за, не надо критиковать. Ну я бы и готов не критиковать, если бы я находился в штабе, если бы я там мог вести профессиональную работу, если бы глупости, которые делаются в КПРФ, я бы мог обсуждать в этом штабе, переубеждать. Я не могу этого делать в штабе Грудинина, потому что этого штаба не существует. Его просто нет. Есть коммунистическая номенклатура, чиновники, выращенные в недрах этой партии, они заправляют всем делом. Они организуют визиты Грудинина вместо предвыборной агитации, вместо, именно не вместе, а вместо, делается вот эта глупость. Собираются массовки пенсионеров с коммунистическим прошлым, которые восторженно глядят в глаза, хором аплодируют. Это абсолютно ненужная и даже вредная работа, которая просто убивает желание национал-патриотов или просто людей с головой на плечах голосовать за кандидата КПРФ. Потому что ничего другого, никакого послания к ним не приходит, кроме того, что это коммунистический кандидат. Дальше. Не надо выносить ссоры из избы. Да я бы и рад. Я бы и рад не говорить о предательстве КПРФ. Но по факту это предательство разворачивается у нас на глазах. И тот, кто внимательно смотрит за избирательной компанией, прекрасно это видит. Ну, в общем-то, подавляющее большинство внимания избирательной компании не уделяет. Но они включают телевизор и ничего там не видят. В социальных сетях, да, там более энергично идет обсуждение, и там тысячи людей в это вовлечены. Но в основном там никакие аргументы не приводят. Там избирательной компании как таковой люди ведь не ведут. То есть они не придумывают плакаты, ролики, какие-то слоганы и так далее. Они не привлекают внимания. Я этим занимаюсь. А вот подавляющее большинство тех, кто смотрит мои ролики, этим не занимаются. Не занимаются и никогда не будут заниматься. Это значит, что без работы штаба Грудинина никакого позитивного эффекта от активности в социальных сетях. От моей еще может быть, а от вот такой обычной активности в виде комментариев там злобных в основном никакого позитива не будет. Поэтому, да, 40 звезды пришлось вынести. Пришлось вынести. Я еще не все знаю. Еще то, что там творится в избирательном штабе, я еще узнаю от тех, кто туда вхож, от нас туда направлен, но не может ничего сделать в течение месяца. Мы стучимся вот в эту закрытую дверь, которой вроде как договорились мы, что она будет открыта, и общий штаб будет организован. И лично Зюганов об этом говорил, но, конечно, не публично говорил. Если бы он публично сказал, а почему он не сказал публично? Он говорит национал-патриоты. Почему он национал-патриотах упоминает, говорит о том, что широкий фронт впервые создан, ну, действительно, правильные слова, впервые создан, почему избирательные штабы обходятся без национал-патриотов. И почему их вообще нет? Почему до сих пор, по прошествии месяца, ничего не организовано? И даже агитационная продукция напечатана вообще без какого-либо контроля со стороны тех, кто приведет сомневающихся в эту избирательную кампанию. Вы агитировать опять за КПРФ будете? Так вам, оказывается, Грудинин нужен не для того, чтобы победить на выборах, а для того, чтобы он поагитировал за коммунистическое будущее? Ну, это глупость и, действительно, глупость и измена в одном и том же флаконе. Вот националистов боятся, поэтому Грудинин боится озвучивать их идеи. Это полная ерунда. Люди уже озлоблены до предела. Они хотят услышать те слова, которые они сами говорят в адрес этой власти. Но если Грудинин этих слов не произносит, или хотя бы не переводит этот язык улицы на язык такого интеллигентного анализа, в котором все-таки слышится мнение улицы, ну, тогда эта улица останется на улице и не пойдет на избирательные участки наверняка. Националистов боятся? Ну, конечно, боятся те, кто привык бояться. Привык бояться слов, привык бояться жестких позиций и так далее. Есть такой вот трусливый контингент. Но этот трусливый контингент что, на выборы, что ли, собирается пойти? На выборы пойдут только мотивированные люди. Создание этих мотивов – очень важная вещь. Но если в штабе Грудинина не понимают о том, что нужен мотив, он проигрывает со стопроцентной вероятностью, просто без вариантов, без жесткой позиции в отношении власти, невозможно привлечь подавляющее большинство граждан на избирательные участки. Будет провал. Далее. Зюганов сговорился с Путиным. Это распространение байки путиноидов. Зюганов сговорился с Путиным, поэтому они выдвинули Грудинина и его инструктировали, чтобы он лишнего не говорил. Он и не говорит лишнее. То есть заведомо проигрывает и коммунистам дана возможность просто еще раз раскрутиться. Мы существуем, мы на этих выборах займем, скорее всего, второе место. А может третье. А может третье. Потому что раскрутка идет сейчас по телевизионным каналам, как Собчак, этой всероссийской, не буду говорить, бранное слово, Жириновского, который такая же, не буду говорить, бранное слово, и Титова, ну, мерзавца, просто отпетого негодяя, который стремится заселить Россию гастарбайтерами, ему они нужны, как он считает, как предприниматель. Ну, он не предприниматель, просто проходимец олигарх. Вот, или ставленник олигархов, если правильнее сказать, и путиноид, потому что он назначен Путиным на должность правозащитника для предпринимателя. Никого он, конечно, не защищает, просто его подготовили для того, чтобы вы... Вот эти три фигуры постоянно раскручиваются, и они выйдут на выборы, конечно, не составляя никакой конкуренции Путину. Если Грудинин не составит никакой конкуренции, ну, наверное, проиграет Собчак, или Жириновского, неважно кому. Третье место, четвертое место. Постыдный проигрыш, и тогда мои слова станут пророческими. Я сказал, что либо Грудинин становится исторической личностью, неважно, побеждает он или проигрывает, либо он становится тряпичной куклой, которую выставляют в театре марионеток. Вот сейчас пока, как оказалось, ну, может быть, это был замысел штаба Путина, превратить Грудинина в марионетку, но оказывается, что сейчас коммунисты превращают Грудинина в марионетку, который повторяет их, в общем-то, застарелые уже давно лозунги и аргументы, не трогающие абсолютно никого. Вот мне предлагают, ну, вы вот все свои критические замечания, вы скажите Грудинину лично. Я готов сказать Грудинину лично. Вот тот, кто смотрит этот видеоролик, вы можете сказать Грудинину лично? Вот я нахожусь в ровно такой же позиции. Я не могу сказать лично, несмотря на то, что я являюсь членом команды Грудинина, у нас сформирована команда народной лидеры, в которую Грудинин входит, и которую выдвинули национал-патриоты, и поддержали выдвижение Грудинина. Если я, как член команды, не могу ему сказать лично, не могу членом штаба, я не знаю, что там, кто там занимается штабом, там, не знаю, у коммунистов, агитацией пропаганды, Новиков там занимается, зампред ЦК КПРФ, или кто-то еще, я не знаю, не знаю, потому что я просто не допущен к этому. Поэтому я не могу лично сказать. Все, что я смог сказать Грудинину, вот в момент, когда он получил удостоверение кандидата в президенты, я ему сказал, Павел Николаевич, русский вопрос, русский вопрос, надо затронуть хотя бы вскользь. Ни в этот момент он не затронул, ни до сих пор не затронул. И, кстати, и в риторике коммунистов тоже, он отсутствует полностью. То есть, чем вы занимаетесь в избирательной кампании? Пропагандой КПРФ пока ничем другим. Надо быть осторожным, Грудинину надо быть осторожным, потому что избирательная кампания может привести к тому, что против него будут такие санкции использованы, что он с этой избирательной гонки будет либо снят, либо против него будут применены такие незаконные санкции, которые вынудят его уйти, или, по крайней мере, прекратить пропаганду. Но если осторожничать, то нечего думать и о победе. Если осторожность является главным в этом вопросе, то не надо рассчитывать на выборы. А я лично не хочу участвовать в проекте, который является заведомо проигрышным. Как-то мы разговаривали с Болдыревым, я и сказал, что мне не интересен проект, в котором мы не стремимся к победе. Он согласился с этим, но сказал, а если невозможно будет победить? Это не важно. Может быть и невозможно, но стремиться надо к победе. А если как КПРФ стремятся не к победе, а просто поучаствовать и подраскрутиться, чтобы потом еще несколько мандатов, или несколько еще губернаторских постов получить, это неинтересно. Это неинтересно. Это даже не просто неинтересно, это постыдно для меня, участвовать в такой кампании. Постыдно. Поэтому я еще под вопросом своего участия в штабе Грудинина, меня пригласили в понедельник приехать, там что-то обсудить. Я, конечно, поеду и обсуждать буду, но если эта кампания будет вестись так, как ведется, я свободный человек. Я хлопнул дверью и ушел. Я никак не связан с вот этой группировкой, которая там сплотилась вокруг Зюганова и толдычит одно и то же, им интересны только свои мандатики и зарплаты депутатов. Меня это не интересует. Меня интересует победа над путинским режимом. Если вы не хотите побеждать, если вы хотите просто поучаствовать, меня не интересуют ваши заботы. Либо победа, либо до свидания. Я тогда и другим скажу. Нечего участвовать в избирательной кампании, в которой не только коммунисты, но и сам Грудинин не хотят побеждать. Если хотят убеждать и побеждать, если я получу соответствующую информацию, что ну вот как-то у них не получалось до сих пор, или у них какая-то есть стратегия, вот сейчас затаится, потом как выскочить, как выпрыгнуть, ну тогда я свое мнение выражу и выскажу как раз со стороны тех, кто сомневается идти на выборы или не идти, голосовать или не голосовать. Я тоже являюсь сомневающимся. Если для меня никаких аргументов в штабе Грудинина, как сомневающегося, не появится, то я закрыл двери и ушел. Как победить? Победить можно не получив постав президента, но ответив на самые острые вопросы, которые есть у граждан России. И это будет победа для всех, для всех, кто участвует в этом проекте. Потому что подавляющее большинство будет за Грудинина, а объявят президентом Путина. Это будет катастрофа для путинизма, всеобщее недоверие, всеобщее возмущение. Если мы к этому готовы, хорошо, надо идти и говорить правду, самую острую правду, которую ожидают все избиратели. Готов к этому Грудинин? Вперед! Ура! Мы за него! Не готов? Извините, мы тогда в этом деле не участвуем. Тогда это выборы по сценарию путинистов. Почему мы можем победить? Почему Грудинин может победить? Потому что сценарий путинизма может быть перевернут с точностью до наоборот. Им нужно, чтобы на избирательные участки пришло как можно больше людей, чтобы легитимировать свою власть. Потому что если придет мало, если люди будут считать, что выборы обманные, что Путина все равно при любом раскладе объявят победителем, то придет меньше 50%. А меньше 50% это значит, что никакой легитимности нет. Даже если проголосуют 80% за Путина, а пришедших на избирательные участки будет меньше 50%, это полный провал для них. Полный. И, в общем-то, тоже хороший результат для тех, кто против путинизма. Поэтому им нужна большая явка. И вот они, скажем, говорят, вот они там договорились, они специально с коммунистами, вот они выдвинули Грудинина. Да. Но если за Грудинина пойдут голосовать масса людей, которые не собирались ранее голосовать, то Грудинин просто побеждает. То есть сценарий разворачивается с точностью до наоборот. Они боролись за явку, чтобы преодолеть 50%, ну 60%. А мы обеспечили явку 80%. И весь прирост это оказалось протестный электорат. Это те, кто проголосовал за Грудинина. Все, мы склонили чашу весов в нашу пользу, используя движение противника. Принцип Айкидова. Кремлевская стратегия состоит в том, чтобы понизить количество голосующих за Грудинина тем, что это коммунист. Они доказывают, коммунисты выдвинули. Это коммунист. И КПРФ играет в том же направлении. Если будет по-другому играть. Коммунист, ну и что? Его просто выдвинули коммунисты. А на самом деле это народный кандидат. Тогда на избирательном участке придут люди, которые будут голосовать не за выдвиженца КПРФ, как рассчитывают в Кремле, а за народного кандидата. И для того, чтобы это было, опять же, используя движение противника, мы должны показать, что это действительно не партийный, надпартийный, народный кандидат. Если это будет, значит, это будет действие в сторону победы. Если останется по-прежнему коммунистический кандидат, это будет значить, что работает кремлевская стратегия. Пока КПРФ проводит кремлевскую стратегию. Уловка кремлевцев в том, что Грудинин не коммунист, соответственно, коммунистический левый электорат должен от него оттолкнуться и не будет за него голосовать. Для этого организована кремлевская провокация. Она каждый день на телеэкране, каждый день рассказывает, что Грудинин якобы запутался в своих зарубежных счетах, что у него все родственники лечатся за рубежом, и сам он отдыхает за рубежом. Вообще он там живет за рубежом. Это вранье, но это запланированная политтехнология. Если мы используем эти аргументы в свою пользу, мы, во-первых, разоблачим ложь, ложь Путина, лично Путина, потому что эта ложь организована не просто в его пользу, а с его ведома. Тогда люди, увидев, что Путин лжет, и Путин является врагом Грудинина, пойдут голосовать за Грудинина. Противники Путина будут за Грудинина, если будут видеть вот этот кремлевский абсурд и эту кремлевскую клевету. И, кроме того, если они показывают, что Грудинин предприниматель, очень хорошо, значит, за него будут голосовать не только коммунисты, но и те, кто считают предпринимательство достойной профессией, и те предприниматели, и те, кто работают на частных предприятиях. Подавляющее большинство граждан, не коммунистов, вовлеченных уже в деятельность частных предпринимателей, будут голосовать за Грудинина. То есть, у нас есть три аргумента, которые позволяют надеяться на победу. Не просто надеяться, а организовать эту победу. То есть, увеличить явку с кремлевских 60 до грудининских 80. То есть, мобилизовать некоммунистический электорат, действительно подчеркивая, что Грудинин не коммунист, народный кандидат, предприниматель, заведомо не левый, не совок, не красный директор. И третье, что это не только кандидат КПРФ, или не кандидат КПРФ, а кандидат широкой коалиции, которая присутствует, которая показана, с которой Грудинин выходит и говорит, вот на что я опираюсь. Это же и было, принято в расчет, это и было, той политтехнологии, которая заранее была заложена. Месяц прошел, ни одного явления Грудинина со своей командой. Как такое может быть? Это измена и саботаж. Я еще раз обращаюсь к Павлу Николаевичу Грудинину, к тем, кто сегодня принимает решения в его штабе. Вы ведете игру на проигрыш. В этой игре мы, национал-патриоты, участвовать не будем. Мы готовы участвовать только в том, что нацелено на победу, на выборах, после выборов. Мы должны действовать действовать в этом направлении. Если вы не можете, дайте нам руководить избирательной кампанией. Мы сможем. Если вы не хотите, тогда и мы не хотим участвовать в этом. Заключая, скажу, что мы, русские националисты, стремимся к тому, чтобы в России была установлена русская национальная власть и сформирована, может быть, постепенно, не сразу, сразу это не получится, русское национальное государство. У нас есть выверенная концепция государственного строительства, у нас есть четкая программа экономических реформ, она в значительной мере совпадает с тем, что говорит Грудинин. Но нам недостаточно того, что он говорит и как действует избирательный штаб Грудинина, для того, чтобы поверить в чистоту помыслов коммунистов, которые якобы тоже хотят сломать этот режим. Мы хотим для построения национального государства вы говорите, говорите только о том, что хотите сломать его для построения социального государства, как записано в Конституции, то есть, на самом деле, ничего менять не хотите, а хотите только поправить правоприменительную практику. Для нас этого мало. Ладно, нам достаточно того, что вы готовы на первом этапе с нами мыслить и действовать одинаково. Если это так, то мы идем к победе над олигархией сегодня вместе. Если вы играете в поддавки, мы с вами не играем. Тогда мы развернем свою агитацию и скажем людям, нет, эти выборы абсолютно проигрышные, измена и саботаж являются основой деятельности КПРФ и штаба Грудинина, и тогда не надо ходить. Подавляющее большинство тех, кто наблюдает за избирательной компанией Грудинина, тоже есть вопрос или много вопросов к нему, и пока эти вопросы не будут разрешены, эти люди на избирательную компанию не пойдут и голосовать за Грудинина не будут. Россия русскую власть, но Грудинину то, на что он рассчитывает. Рассчитывает на победу, мы готовы побеждать. Рассчитывает на поражение, тогда пусть будет одинок в этом своем стремлении, в объятиях с коммунистами. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин